Здравствуйте, друзья! С вами художник Ирина Клементьева. И сегодня у меня искусствовический очерк о произведении Карелла Фабрициуса под названием «Щегол». Картина создана в 1654 году и находится в Королевской галерее Гааги. Почему я взялась за рассказ об этом произведении? Так как сейчас очень популярен фильм, в центре которого находится данная картина. И мне захотелось более близко познакомить людей с ее историческими данными, откуда она произошла, о художнике и о том стиле, в котором она создана. Сам Фабрициус был учеником Римбрандта, но взял от него исключительно лучшее. Изучив его живопись, его штрих, его стиль, он преобразовал навыки в свои собственные. Если у Римбрандта наш пишет на темном фоне белые вещи, белые предметы, например, даже портретная живопись, у него написаны люди на темном фоне, и при этом их свет как будто исходит изнутри человека, то Фабрициус пишет наоборот. Он пишет темные фигуры на светлом фоне, и при этом фигуры лепятся светом. Вот данное произведение является самым подчеркивающим этот стиль художника, самым ярким, самым говорящим о манере художника. Здесь мы видим темный силуэт птицы с насестом на белой стене. И здесь все изображение вылеплено светом. Он же является, Карел Фабрициус является учителем Яна Вермеера. И пусть этого нигде не указано точно в записях, но, глядя на картины Вермеера, мы видим тот же самый момент – лепка формы посредством солнечного света. Особенность этой картины в том, что она представляет из себя голландскую школу живописи, где все прописано до мельчайших подробностей. Но птичка, сам щегол, он очень отходит от этих канонов живописных, так как, если присмотреться, то только верхние штрихи перышек у него прописаны, вот так вот четко, сама же птичка, она как будто расфокусирована. И верхние штрихи, которые художник накладывает на нее, они написаны очень быстро, они написаны практически импульсинистично. При этом нам кажется, что она вот-вот стрепенется и полетит. Но остальные предметы на данной картине, будь то насест, деревянные или металлические его части, они очень материально изображены. Цветовая гамма сдержанная. И что еще мы видим на данном произведении? Мы видим цепь. Наш щегол – птица невольная. Щеглов очень любили держать в Голландии в те времена, так как их можно было обучить, пить из маленьких кошечков, что очень забавляло как хозяина дома, так и его гостей. И кроме того, данная картинка является обманкой. То есть гости, которые приходили в дом хозяевам, имеющим данное произведение, они сначала думали, что видят перед собой живую птицу, сидящую на жердочке на фоне штукатуренной стены. И только позже они понимали, что это всего лишь картина. И в этом было высокое мастерство художника. Карел Фабрициус погиб очень молодым. Ему было всего 33 года. Он работал в своей мастерской, и в это время неподалеку был взрыв пороховых складов. Большое количество его картин, большее количество его картин, и сам художник погибло. И только где-то с десяток произведений, находившиеся в это время в частных коллекциях, дошли до наших времен. В том числе и данная картина. По данной картине я выполнила копию. Копию очень близкую к оригиналу. И каждый из вас, у кого возникнет желание повторить процесс создания картины по следам художника, так как писал ее сам Фабрициус, может посмотреть мой новый видеоурок по живописи и справиться с данной задачей. Вы обретете новый навык, уверенность в кисти, уверенность в стиле своем. Вы обретете новые художественные способности, новые художественные возможности, новые художественные приемы. И сможете потом употреблять их в своих собственных произведениях. С вами художник Ирина Климентьева, Давайте творить искусство вместе!